МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». В этом году старт отопительного сезона был дан 27 сентября. Первыми традиционно согрели батареи в социальных объектах, школах, больницах, детсадах. В городе заблаговременно подготовили к работе 110 котельных, также проверили и общедомовые приборы учета, чтобы в дальнейшем оформить паспорт готовности на каждый дом в эксплуатацию в зимних условиях. Каких трудностей удалось избежать в ходе подготовки города к отопительному сезону? Вот на эту и другие темы я говорю сегодня с гостем студии. Это Юрий Козельский, заместитель, руководитель департамента городского хозяйства, экологии, администрации городского округа «Самара», руководитель управления эксплуатации «ЖКХ». Здравствуйте, уважаемый Юрий Иванович! Здравствуйте! Ну что же, тема заявлена, предлагаю на нее побеседовать. Как я сказала, отопительный сезон в Самаре был дан 27 сентября, и в этом году подключение к теплу всех объектов произошло в максимально кратчайшие сроки. Скажите, пожалуйста, вот каким образом это удалось добиться? Ну, на самом деле, к этому вопросу, значит, заблаговременно, задолго, то есть еще до начала предыдущего года, значит, это все планы, значит, все непосредственные мероприятия готовятся за много раньше, чем, значит, начинается, значит, ремонтная кампания межотопительный сезон. То есть готовятся графики, делаются, подготавливаются проектно-сметные документации, определяются мероприятия, которые будут выполняться непосредственно при подготовке к зиме. То есть полный комплекс служб, коммунальных служб города работает над этим, скажем так, вопросом, значит, еще до окончания отопительного сезона. В результате то, что, значит, мы имеем на сегодняшний день 100% запущенный городского округ Самара, запущенный именно, имеется в виду, отопление, значит, это как раз результат слаженной командной работы непосредственно всего коллектива, коммунального коллектива и не только, значит, в этом вопросе. Юрий Иванович, ну, перед началом отопительного сезона управляющими компаниями и, соответственно, обслуживающими организациями были выполнены различные работы, и этих работ было очень много. Расскажите, пожалуйста, какие именно и, может быть, с какими трудностями им приходилось сталкиваться вот в процессе этой работы? Ну, работы разносторонние выполнялись, работы выполнялись как ресурсоснабжающими организациями, это в части подготовки непосредственно систем отопления, коммуникаций, замена, ремонта, значит, опрессовки и так далее, также подготовки отопительных котельных, значит, обучение и подготовка непосредственно персонала для того, чтобы качественно, значит, предоставлять коммунальные услуги, значит, требования и Ростехнадзора в данной ситуации, значит, требования иметь обученный персонал, который правильно, грамотно будет управлять этим процессом. Значит, о чем и были проведены, значит, ряд мероприятий. Также и у потребителей, потребители являются, это у нас ТСЖ, ЖСК, а также управляющие компании, которых насчитывается у нас более 1400 потребителей. Также потребители являются, это промышленные предприятия, торговые предприятия, образование, здравоохранение, культура, то есть все участники, которые получают непосредственно, значит, коммунальные услуги, в том числе и отопление, значит, все буквально, значит, участвуют в этом процессе еженедельно, начиная уже с апреля месяца в департаменте городского хозяйства при первом заместителе главы города проводятся данные мероприятия еженедельно, где рассматриваются вопросы по подготовке, по перекладкам. Все вопросы, которые наболевшие, если возникают, значит, они ни один не проходят бесследно, скажем так, рассматриваются и достигаются окончательного результата. Мне остается без внимания. А вот про обучение здесь очень любопытно. Расскажите, пожалуйста. Обучение, то есть по обучению здесь есть определенные требования Ростехнадзора, значит, по обучению непосредственно персонала, который участвует в эксплуатации непосредственно котельного оборудования, непосредственно, значит, водоподготовки, электроснабжения, то есть должны быть обучены люди, которые, значит, будут отвечать и следить за предоставлением коммунальных услуг населению и потребителям. Ну, это, конечно же, в первую очередь меры безопасности и охраны труда наверняка, да? Это в первую очередь безопасность, достигается безопасности и так далее. Ну, хорошо. Я попрошу вас рассказать о работе, подключении города к теплу, вот именно о регламенте, ведь не дожидаясь, да, температурных показателей, подготовка города стартует чуть ли не с окончанием отопительного сезона, как вы совершенно верно заметили. И в эту область входит также модернизация теплосетей. Скажите, пожалуйста, вот в этом году изменилась схема теплоснабжения в Куйбышевском районе. Так ли это? И расскажите вот историю. Ну, по Куйбышевскому району, на самом деле, значит, эта ситуация возникла еще задолго до, значит, изменения схемы теплоснабжения в Куйбышевском районе, потому что в определенный период КНПЗ, непрофильный актив, заявились непосредственно в город и в область о том, что КНПЗ сам, как завод, непрофильный актив, значит, и они выводят свою котельную, которая отапливает 270 домов, значит, о выводе данной котельной с эксплуатации. Что это означает? В течение трех лет муниципалитет, в том числе и областные структуры, должны принять решение о переводе данной котельной на другой источник. Значит, в противном случае все затраты, которые будут сверхнормативные, они будут возмещаться непосредственно, значит, потребителю, не потребителю, а, значит, ресурсоснабжающей организации, которая является поставщиком. Принято решение у нас непосредственно при переходе на единую ценовую зону, значит, определили, что котельную, данную котельную в Куйбышевском районе будет строить, заявился Паутый Плюс, значит, о чем сейчас и производятся непосредственно, значит, технические мероприятия по строительству данной котельной на улице, значит, в Куйбышевском районе Грозненской. Вот, и мало того, значит, с учетом строительства данной котельной, мы еще дополнительно, мы пошли дальше, дополнительно, значит, у нас есть завод банкрот Волгобурмаш в лице, в лице, значит, нового собственника Волготеплоснаб, который на сегодняшний день является банкротом, котельная Волгобурмаша в лице собственника Волготеплоснаба, значит, признана аварийной, и нами приняты мероприятия в этом году, мероприятие для переключения части жителей от данной котельной на новую котельную на сегодняшний день, которая строится, и планируется ее пуск котельной в марте месяце, и часть жителей, которые проживают за территорией, за железнодорожными, за железной дорогой, дальше, где находится сама котельная, мы построили новую котельную 1,5 мегаватта, которая на сегодняшний день запущена, проводится пусконаладочные работы, то есть жители получают отопление уже от новой котельной. В итоге мы получим, значит, новый источник, мы, значит, избавимся от аварийной котельной, которая Волгобурмаша, вот, и как бы жителей Куйбышевского района, мы им обещали, город обещал жителям о том, что, значит, мы доведем дело до конца и построим новую котельную, значит, и, естественно, будут получать качественное теплоснабжение. В Самаре продолжают актуализировать схемы теплоснабжения и повышают качество подачи тепла в дома. В этом году было принято решение изменить схему подачи тепла в Куйбышевском районе, построив две котельные и подведя к ним теплосети. Таким образом решится проблемный вопрос с отоплением ряда частных домов, а также многоквартирных строений на 116-м километре и в 25-м квартале. Строительство одной из котельных уже завершено. Объект осмотрели глава города Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Подробности в нашем сюжете. В Самаре готовится сдать в эксплуатацию новую котельную на улице Трубной в Куйбышевском районе. На объекте, строительство которого стартовало в мае 2022 года, побывали глава города Елена Лапушкина и первый заместитель главы Владимир Василенко. Как отметила Елена Лапушкина, от жителей района не раз поступали жалобы на качество отопления, поэтому было принято решение изменить схему теплоснабжения, построив две новые котельные и подведя к ним теплосети. Очень много у нас было проблем по Куйбышевскому району по отоплению. Каждую зиму отопление в Куйбышевском районе давалось людям с большим трудом. И, конечно, каждый раз это вызывало и беспокойство, и абсолютно законные замечания, абсолютно законную критику со стороны людей. Схема теплоснабжения изменена. Одна котельная сдана, уже стоит под нагрузкой. Абсолютно новое оборудование, что особенно радует. На 99 с лишним процентов это оборудование российское, здесь практически нет импортного оборудования. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы, он полностью оборудован. Автоматизированная котельная будет обеспечивать теплом около 40 домов. В основном это многоквартирные дома на улице Ржевской, Трубной и Ильтонской. Дома подключат к ней уже после утверждения документов Ростехнадзором. Котельная полностью автоматизирована, то есть диспетчера здесь и нет. Она полностью выведена на пульт диспетчера, который обслуживает несколько таких котельных по городу Самаре. Вторая котельная с большей мощностью пока в процессе строительства. С ее помощью будут отапливать дома 25-го квартала и 116-го километра. Проблема с отоплением для жителей Кубышевского района решена. К слову, именно они просили решить давно этот наболевший вопрос. И он был рассмотрен в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, о выполненных работах по перекладкам теплосетей. С ноября 2020 года городской округ Самара перешел на единую ценовую зону. Что это означает? Это означает то, что к 2020 году перекладки непосредственно тепловых сетей, которые должны обновляться ежегодно не менее 4% от общего количества, выполнялись практически более 30 лет. Это количество перекладок не выдерживалось. При переходе на единую ценовую зону, как она называется еще, альткотельная, у нас появилась возможность перекладывать больше для того, чтобы избежать аварийности непосредственно на сетях теплоснабжения. Мы видели, скажем так, в одной или в другой части города периодически аварийные ситуации. То, что коснулось нас в 2019 году на улице Ташкентской, более 600 домов были остановлены в мороз, когда достаточно было сложно запускаться после восстановления. Была признана официальная авария. После этого, когда перешли на альткотельную, уже до подписания официального перехода, Т-плюс, основной здесь игрок на этом рынке является предприятие ПАО Т-плюс, они уже начали работы в 2020 году опережающими темпами, опережающими темпами привлекли инвестиции. И 10 объектов уже в 2020 году, до начала отопительного сезона, мы выполнили вместе с ними, значит, выполнили данные перекладки, что позволило избежать самые аварийные места, что позволило избежать аварийности в зимний период времени. Далее, 2021-2022 год, мы ежегодно наращиваем темпы непосредственно в 2021 году. Это уже было 30 километров тепловых сетей, которые в трассах непосредственно были заново построены, модернизированы, значит, обновлены. И в этом году 43 километра выполнено непосредственно при подготовке к зиме. Унижающие цифры? Да, это беспрецедентные цифры, как бы для города, скажем так. Итак, это 20 объектов, 12 сначала было по Т-плюсу, 12 было по Т-плюсу, потом привлекли еще на 8 объектов средства. И по инженерной службе это то муниципальное предприятие, которое обслуживает непосредственно котельные. В зоне деятельности данного предприятия муниципального находится 61 котельная, которое приложили тоже 55 километров тепловых сетей с учетом подготовки к зиме. Скажите, пожалуйста, Юрий Иванович, а вот как удается производить перекладки, сохраняя при этом подачу ресурсов? Подача ресурсов в летний период времени, конечно, строятся временные трубопроводы. Это, значит, разрешено. То есть выводятся сети с эксплуатации, строятся по, значит, поверху временные трубопроводы и обеспечиваются горячим водоснабжением непосредственно потребителей. Прошлый год, 21 год, показал опыт работы у нас даже в зимний период времени. Мы посмотрели регион, такой регион, как Московская область, Москва, которая работает на некоторых объектах и в зимний период времени. Почему бы нет? Значит, может быть в сокращенном режиме, но можно работать и в зимний период времени, если организовать качественный компенсатор, по которому будет подаваться теплоснабжение. Это мы видели с вами по улице Нововокзальной. Это, как пример, в прошлом году от улицы Фадеева до Московского шоссе. Мы в зимний период времени отопление было у населения, значит, подавалось без ущерба, но перекладка данная была выполнена в зимний период времени. Плюс в зимний период времени также на Нововокзальной была выполнена работа от Новосадовой и там до Силовой улицы. Там, где были повреждения. И в этом году мы закончили Нововокзальную полностью. Все-таки завершая тему отопительного сезона, о чем стоит сказать жителям нашего города, Юрий Иванович? – Хочется сказать, что непосредственно в данном мероприятии должен участвовать каждый житель. Каждый житель. Касается… данное направление касается всех. В принципе, значит, будь то управляющей компанией, будь то житель старший по дому, значит, каждый должен участвовать в данном процессе, значит, и, скажем так, решать данные вопросы, значит, участвовать и решать. Если касается вопроса управляющей компании и непосредственно собственников многоквартирного дома, это тоже заблаговременно необходимо. В марте месяце управляющая компания проводит непосредственно отчетное собрание, что выполнено за период, за прошедший год. И уже собственники должны непосредственно задавать темпы выполнения, значит, что им нужно делать. Исходя из того, конечно, значит, исходя из своих финансовых возможностей. Ну, кто, как не собственник, может принять решение и дать, скажем так, направление, дать задание непосредственно своему исполнителю? Только собственник, никто другой, никто иной. То есть, общим собранием должны принять решение и потом требовать его исполнения. Если это будет настроено, то практически 80% успеха обеспечено в данном доме. Мы с вами плавно перешли к теме управляющих компаний, а управляющая компания, как известно, это организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Ее основные функции – следить за состоянием общего имущества и быть посредником между жильцами и поставщиками ресурсов. Как налажена работа управляющей компании с жителями дома номер 63 по улице Старозагора, узнаем в нашем сюжете. Практически в каждом многоквартирном доме есть управляющая компания. Добросовестно управляющая компания отвечает за содержание многоквартирного дома в порядке. В некоторых случаях нужен незамедлительный ремонт, например, как в этом доме. Галина Овчинникова уже много лет является старшей по дому номер 63 по улице Старозагора. И двором, и состоянием подъездов женщина довольна, и свою управляющую компанию менять не хочет. Галина Овчинникова в очередной раз обратилась в УК по ЖРТ промышленного района с просьбой заменить козырек подъезда. Работы были выполнены до прихода холодов. Сделали нам вот такую красоту. Новый вариант. Как бы мы тоже довольны. Потому что до этого все текло на голову буквально. Вот. А теперь вот такая красота. Практика показывает, что чем активнее позиция жителей дома, тем легче выстроить общение с управляющей компанией. Если проблемы в доме случаются, жители сразу говорят о них ни разу. По словам председателя, не приходилось обращаться письменно. Все решалось по звонку в свою управляющую компанию. У нас нормально налажена связь. То есть никаких таких проволочек не возникает. Что касательно потопительного периода. Да, были работы проведены глобальные, колоссальные. Ну, заменили трубы. Я считаю, что теперь проблем не будет. Аварийных ситуаций. Система будет работать теперь бесперебойно. В чем, как говорится, уникальность хорошей управляющей компании. Ну, это хорошее взаимодействие. Ну, сказать, идти всегда навстречу. Ну, это работа, как правило. Ну, и со стороны жителей, сказать, меньше эмоций, спокойно решает все вопросы. В квартирах тепло, а крыша не протекает. Также по просьбе жителей во всех подъездах заменили старые деревянные окна на пластиковые. На доме установили новые водосточные трубы. Выполнены работы по укладке от мостки вокруг дома. Внутри в подъездах светло и чисто. И даже такие просьбы к управляющей компании не остаются без внимания. Управляющая компания, по нашей просьбе, поставила радиатор, чтобы на первом этаже было тепло, потому что холодно зимой, замерзают полы после мытья. Врезали кран, чтобы уборщица приходила и набирала воду здесь, а не по собственникам. Довольно часто проблемные вопросы жители промышленного района решают через социальные сети. Все обращения в короткие сроки обрабатываются муниципальным центром управления Самары. Жители получают оперативные ответы от городских властей на волнующие коммунальные темы. Специалисты решают, на какие запросы реагировать в первую очередь и как совместными усилиями проблему можно разрешить. Все сообщения, которые поступают в комментариях или в личных сообщениях через социальные сети в адрес органов власти, поступают в автоматизированную систему инцидента менеджмента, которая их разбирает, классифицирует по отраслям. Специалисты по каждой отрасли вникают в суть каждой проблемы. Такая проблема сразу попадает в отраслевой департамент или в министерство по профилю деятельности. И далее, после решения этой проблемы, жители обязательно направляются ответы. Только при активном участии людей получается выстроить успешный механизм взаимодействия с любой ответственной организацией. Без инициативности старшего по дому или собственников обойтись будет просто нельзя. Юрий Иванович, скажите, куда обращаться, если вдруг в квартире стало холодно? Обращаться, конечно, нужно в первую очередь в управляющую компанию. Если качественная управляющая компания, она должна решать все управленческие вопросы, в буквальном смысле все, и добиваться положительных результатов, кто бы то ни был. То есть, будь то ресурсоснабжающая организация, будь то кто-то, если, значит, что-то, то есть, нарушил какие-то строительные конструкции. То есть, управляющая компания, качественная управляющая компания должна выполнять данные функции и быть защитой непосредственно данного дома. Ну, если управляющая компания не реагирует никак на жалобы жителей, А вот скажите, пожалуйста, ваше мнение обращения жителей к властям города, к различным департаментам, министерствам, в том числе и через социальные сети, Юрий Иванович, работает на сегодня? Вот ваше мнение, вы посоветовали бы активно занимать позицию жителям именно в этом вопросе? Ну, во-первых, все социальные сети, которые, значит, они все сейчас контролируемые, то есть, на все вопросы, которые сейчас размещаются непосредственно в социальных сетях, значит, всевозможно, мы, значит, отслеживаем каждое заявление, каждое обращение, и происходит реагирование на каждый вопрос, который там освещается. Но дополнительно, значит, если что-то, вот вы говорите, что-то, если происходит, в первую очередь управляющую компанию, есть в каждой администрации, внутригородском районе есть диспетчерская служба, к которой также можно обратиться, которая записывает этот вопрос, и уже непосредственно оперативно так решается вопрос, если это серьезная какая-то авария, то решается вопрос немедленно. Если можно потерпеть до утра, то есть утром в любом случае, значит, данный вопрос будет рассмотрен и принято решение. Сложно ли сейчас в наших условиях сменить управляющую компанию? И если этот вопрос назрел у жителей многоквартирного дома, все-таки куда стоит обратиться в первую очередь за консультацией? Посоветуйте, пожалуйста. Ну, во-первых, если не устраивает управляющая компания, если она не исполняет своих обязанностей, ее надо менять. Значит, у нас на сегодняшний день, на сегодняшний день, около 300 управляющих компаний, то есть рынок управляющих компаний по городскому округу Самара, он перенасыщен. Я считаю, перенасыщен, значит, но качество, качество непосредственно управляющей компании, как она обслуживает, должен принимать собственник. Значит, если что-то не выполняется и нет желания выполняться, а только, скажем так, собирать деньги и, значит, быть на этой сумке, сидеть. Ее надо менять и не ждать, когда кто-то придет и что-то сделает. Принимает решение, в любом случае не кто-то примет решение, принимает решение собственника. И поэтому первоначально собственник должен принять решение провести собрание, определить, что ему надо, и дальше уже, значит, сдать документы в Государственную жилищную инспекцию, которая примет решение о лишении лицензии этого дома старой управляющей компанией и присвоении лицензии на этот дом новой управляющей компании. А я хочу вам задать вопрос от телезрителей. Если в доме прорвало трубу и на некоторое время перекрыли горячую воду, будет ли перерасчет за услуги ЖКХ, куда обращаться, если перерасчет не сделали? Ответьте, пожалуйста. Перерасчет делается в каких случаях? Перерасчет, то есть если стоит прибор учета, прибор учета показывает фактическое потребление того или иного коммунального ресурса, да? Значит, если прибора учета нет, если прибора учета нет, значит, только тогда делается перерасчет непосредственно, значит, в какой период не было горячего водоснабжения или холодного водоснабжения, или какого-либо другого ресурса. Мы с вами говорили о том, что перед отопительным сезоном каждая управляющая компания должна провести определенные виды работ. Вот как узнать, что эти работы были проведены? Ну, к примеру, вот была проведена промывка системы отопления. Как узнать? Узнать надо жить непосредственно, значит, хозяйством своего дома, да? Значит, там должен быть ответственное лицо, которое будет участвовать во всех процессах. Вот при подготовке к зиме, значит, в 170-х правилах эксплуатации жилого фонда четко сказано, что непосредственно при подготовке, при промывке, при опрессовке непосредственно должен участвовать ресурсно-снабжающая организация, управляющая компания. Также здесь необходимо, чтобы присутствовал непосредственно собственник, собственник, кого... Ну, в лице председателя совета, да, МКД? Председателя совета МКД или старший по дому. Вот. Ну и управляющая компания, значит, на этом основании, если все участники присутствуют на этом доме и есть замечания, какие замечания у ресурсника, у управляющей компании, если есть какие-то вопросы, знаете, недотопа, допустим. То есть это не только качество, ну, скажем так, опрессовки. То есть здесь можно рассматривать вопросы и будущей подачи теплоносителя, если он подавался некачественно, найти причину, разобрать теплообменник, промыть. То есть здесь уже, когда лицо заинтересовано непосредственно от собственника, и мы видим примеры на ряде домов, значит, там вопросов в зимний период времени не возникает, потому что они все решались в летний период времени. Ну что же, наше время подошло к концу, а программа наша, я напомню, называется «Совет моего дома». Так вот, по традиции я хочу вам предоставить заключительное слово. Какой бы совет вы дали бы дому? Какой совет? Ну, хотелось бы, чтобы более тесно сотрудничали непосредственно коллективы Советов домов, значит, участвовали в процессе жизни домов по его сохранности, по его жизнеспособности, потому что это частичка нашей собственности, за которую мы несем ответственность и которую мы должны беречь. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучил мой сегодняшний эксперт, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч.